Часть автобусов уже покинула Сочи. Оставшиеся отправки дожидаются в спецавтопарках. Накануне вечером курс на Москву взяли 102 автомобиля. Сегодня из Олимпийского парка в места постоянной дислокации отправятся последние 50 олимпийских автобусов. За все время проведения зимних игр 963 машины перевезли 2 миллиона зрителей и болельщиков. Зачастую водители, а приехало их 2,5 тысячи, работали круглосуточно. Для Сергея Титунина из города Щелково работа в Сочи началась с января. Отмечают, за все это время не произошло ни одной внештатной ситуации. Все, что были маршрутом, мы все изучили. Самый длинный маршрут был Красная Поляна. Нормально, дорога хорошая. Везде дороги сделаны, конечно, идеально. Много что оставляют в городе Сочи. Отработали, теперь домой. Все, теперь домой хочется. 709 автобусов было обеспечено компанией-перевозчиком МОС «Трансавто». Потерь не было, отмечает представитель предприятия. Автомобили уезжают в полном комплекте. Мы отсюда уезжаем в Московскую область домой, отработав качественно, достойно на Олимпийских и Паралимпийских играх. Все оборудование, которым были оснащены автобусы, использовалось на 100%. И тахографы, и видеокамеры, и система навигации «ГЛОНАСС». Это все полностью четко работало. Применялись и все приспособления для перевозки маломобильных граждан. Система была продумана до мелочей. У нас на каждой остановке, на объектах транспортной инфраструктуры, то есть в Олимпийском парке, на Олимпийских объектах, были запасные механические пандусы. То есть, если бы даже система у нас дала сбой, то наши менеджеры быстро, оперативно этот пандус подносили к автобусу, и мы осуществляли посадку или высадку пассажиров. Поэтому получили наивысшую оценку Комитета Паралимпийских игр и сказали, что пока такого прецедента не было, чтобы так хорошо были обслужены клиентские группы, в том числе и зрители. Наклейки с логотипом «Сучи-2014» на автобусах планируют оставить, чтобы пассажиры из разных городов страны увидели бренд Сочинской Олимпиады. Некоторые автобусы в Сочи все же останутся. Это 350 автомобилей, которые закупила Сочинская администрация. Во время Олимпиады они работали на городских маршрутах. А в рамках постолимпийского наследия транспортная дирекция Олимпийских игр передаст городу в муниципальную собственность спецавтопарки, а также 12 автомобилей для перевозки маломобильных групп населения. Марок Форд, Газель и Крафтер. Перед самой же дирекцией уже стоит новая задача. Эта организация будет переименована и уже без аббревиатуры Олимпийские игры начнет восстанавливать транспортную инфраструктуру Крымского полуострова.